Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных отчетах, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то традиционно для этого дня я проведу традиционный вебинар «Праведный понедельник», в ходе которого предлагаю обсудить тему, которую выберете вы. В нашем телеграм-канале мы проведем голосование, предложим несколько тематик по разным финансовым инструментам на выбор, и та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, это неделя. Куча фундаментальных отчетов, соответственно, ждем серьезную волатильность, мощные движения. Как и всегда, контролируем риски, потому что это очень важно. Не забываем ставить стоп-лоссы. На этой неделе, в среду, ждем данные по инфляции в Англии. Очень важно то, что в этот раз инфляция, статистика выйдет буквально за день до заседания британского регулятора. И напомню, что мы по-прежнему мыслим, ну, по крайней мере, амбициозно и ожидаю то, что сохраняющиеся инфляционные риски могут стать причиной, по которой британский регулятор пойдет на агрессивное повышение процентной ставки сразу на 50 байсных пунктов. Поэтому в моем портфеле фунт на особым месте сейчас я оставляю надежду, что это потенциальное решение может вытащить британскую валюту к новым локальным максимумам. Потому что, действительно, индекс потребительских цен в районе 7%, ну, чуть пониже. И это самый высокий показатель инфляции среди развитых стран. Это серьезная проблема английской экономики. Собственно, в четверг решение поставки. Традиционно для четверга суперчетверг для британских статистиков и трейдеров. Потому что и решение поставки, голосование, сопротивление заявления, протоколы и еще несколько релизов, которые будут касаться непосредственно английской экономики. В среду, друзья, решение поставки американского регулятора и пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Паула. Будем настраиваться на серьезное движение по индексу доллара и американскому фондовому рынку. В пятницу заседание Банка Японии. Тоже важное событие. Именно посмотреть, изменилась ли риторика японского регулятора касательно будущих действий. Потому что были уже сигналы о том, что Банк Японии обдумывает возможность перевода ставки из отрицательной территории на положительную. То есть корректировки текущего курса денежно-кредитной политики. Но мы пока сохраняем длинную позицию по паре доллар-иена. В принципе, уже котировки в районе 148 пунктов. Я думаю, что эту позицию смело можно будет держать прямо до заседания Банка Японии. Потому что мы еще не в зоне валютных интервенций. Поэтому этот риск не очень будет давить сейчас на позиции доллара. Да и в целом американская валюта продолжает пользоваться поддержкой буквально со всех сторон. Мы сейчас вернемся к этой теме. Поэтому, на мой взгляд, путь наименьшего сопротивления для пары доллар-иена – это сейчас именно бычая динамика и движение в районе 148-149. Что касается как раз того, что происходит с индексом доллара. Текущей котировки 104.94. Американская валюта уже обосновалась в районе 105 пунктов. Очень интересные трейды мы наблюдаем в последние недели. Потому что доллар покупают при любом фундаментальном фоне. Независимо от характера цифр махроэкономической статистики, независимо от ожиданий, касающихся изменения потенциального ключевой процентной ставки. Во-первых, что касается ожидания по ставке. Трейдеры считают, что если ставку поднимут, то, соответственно, американский регулятор толкнет вверх этим решением доходности американских облигаций. За ними вверх пойдет и доллар. Другие трейдеры считают, что ставку не поднимут. И, соответственно, американская экономика лишится фактора какого-то давления. Без этого дополнительного давления экономика в целом будет оздоравливаться впоследствии. И это тоже лишит рынок каких-либо оснований для продаж индекса доллара. Есть еще трейдеры, которые считают, что неважно, как поступит американский регулятор, повысить ставку или нет, США приближаются к периоду экономического спада. Либо в конце этого года, либо в начале следующего. Поэтому, когда мировая экономика через США окажется в новом финансово-экономическом кризисе, то доллар снова будет пользоваться спросом как защитный актив. Ну, может быть, кто-то из вас находит обоснования для длинных позиций в каком-то из этих направлениях рассуждений. Я очень скептически отношусь к индексу доллара, но в текущих условиях признаю, что доллар, скорее всего, при таком развитии событий сохранит обычную динамику. Поэтому, если не хочется сейчас залазить в длинные позиции по индексу доллара, есть другие инструменты, на которые мы, конечно же, обращаем внимание и за которыми мы будем, может быть, более внимательно следить. Золото. 1928 долларов за тройскую унцию. Главный аргумент, почему золото будет расти, это рыночный сантимент. 25% трейдеров даже чуть меньше, 24%. То есть, меньшинство сейчас в покупках. Мы знаем, что рынок всегда идет против толпы и находится на стороне меньшинства. Поэтому я считаю, что в текущих условиях у золота есть потенциал сохранить вот эту бычью динамику вплоть, как минимум, до заседания Федрезерва. Поэтому золото легко может подобраться к сопротивлению 1950 долларов за тройскую унцию. Как раз благодаря сигналу индекса настроений я открыл длинную позицию. Рынок нефти 94,32. Текущие котировки, фон тотально бычий. Во-первых, мы по фактам уже по цифрам обсуждали риски потенциального дефицита предложения. Да, он сохраняется, этот риск. И причем дефицит может превысить 3 миллиона баррелей в сутки уже к концу этого года. На стороне покупателей еще последние доклады ОПЕК и Международного аналитического агентства. Также очень многие обсуждают риск суперкризиса предложений из-за того, что сектор остается недоинвестированной. То есть меньше инвестиций было, их практически не было в освоении новых нефтяных месторождений. Поэтому главный кризис, самый настоящий, он только лишь впереди. И многие инвестбанки всерьез допускают, что в перспективе 2025-2026 года, да, не скоро, но все-таки нефть может превысить 150 долларов за баррель. Мы пока смотрим на целевые уровни пониже. Нам нужно 95-100, я предлагаю этих значений пока придерживаться. Также еще на стороне покупателей нефти сильные данные из Китая. Не забывайте про последний отчет по промышленному производству. Значительный рост в прошлом месяце до 4,5%. Промышленное производство в Китае это один из основных индикаторов спроса на нефть со стороны ведущего импортера углеводородов. Европейская валюта 1,0663. Заседание Европейского центрального банка позади. Вопреки ожиданиям ЕЦБ все же решил поднять процентную ставку на 25 байсных пунктов. То есть ключевая ставка выросла до 4,5%. Что было сказано? То, что цель, как и всегда для ЕЦБ основная, это стабилизация инфляции, но при этом не так уж и уверенная инфляция снижается, поэтому требуются дополнительные меры и усилия. По прогнозам на этот год инфляция так и останется в районе 5,6% около того. В следующем году средние значения по инфляции могут составить 3,2%. И достижение целевого уровня не ожидается даже в 2024, 2025 точнее даже. То есть на то, чтобы добиться того, чтобы стабилизировать оцену в районе 2% по инфляционному давлению, ЕЦБ сейчас ставит себе такой срок 3 года. Ну, посмотрим, что будет на самом деле. Пока что, конечно же, есть предпосылки для того, чтобы инфляция оставалась повышенной. То, что европейская валюта остается под давлением, это связано с тем, что очень многие трейдеры после решения ЕЦБ поднять процентную ставку уже открыто заговорили о том, что еврозона не избежит рецессии. В Германии эта рецессия уже произошла. Но учитывая то, что мы видели по цифрам, по промышленному производству, по индексам активности производства на секторе сферы услуг Еврозоны в целом, по активности потребителей, по динамике роничных продаж, я думаю, что да, Еврозона это тоже один шаг, еще и экономическая пропасть. И чем больше ЕЦБ будет рассуждать на тему местности дальнейшего повышения процентной ставки, тем, соответственно, больше будет риск того, что евро будет стремиться к новым минимумам. Поэтому в качестве следующего целевого ориентира по паре евро-доллар я бы советовал сейчас смотреть на значение поближе к уровню 1,05. По британской валюте ждем потенциальное решение о повышении ставки на 50 байсных пунктов в текущей котировке в районе 1,24. И надежда еще сохраняет, что повысить ставку на 50 байсных пунктов Банк Англии создаст идеальные условия для краткосрочного роста британской валюты. И нужно, чтобы фунт на этом фоне забрался повыше, получил какой-то импульс для роста и в идеале бы его попробовал развить. Доллар иена, как я уже сказал, в районе 148, сейчас котировки 147,70. Ждем дальнейшего роста. Цель следующая 148,50. Я думаю, что на ее отработку может понадобиться еще пару дней. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии недели. Всем пока!